Наши вебинары — это как раз ответить на много вопросов, которые нам поступают по поводу подборок, по поводу дополнительных каких-то сториз, которые мы запускаем. Еще будет небольшое промо для тех, кто присутствует в конце. Я озвучу, надеюсь, вам понравится. Но давайте начинать. Первое, о чем бы я хотел поговорить, это автоматический рубрикатор, который сейчас запущен. Многие, наверное, видели уже в своих городах, что он появляется. И вот здесь очень много вопросов возникает по поводу того, как он формируется, как сюда попасть, почему некоторые компании, которые были у нас в автоподборках, пропадают. И сейчас я постараюсь на все это ответить. Как вы знаете, подборки формируются автоматически. То есть, когда я захожу в подборку, у меня показываются компании в расширенном виде, которые имеют названия, баллы ваши, то есть, какой у вас начальный бонус в компании, кэшбэк и отзывы. И с этим связано очень много вопросов. Первое. Требования для подборки. Почему в некоторых городах подборки не появляются? Чтобы соответствовать требованию города, нужно, чтобы в одной, допустим, подборке доставка еды было три и более компании в вашем городе. Чтобы вообще появились вот эти подборки, нужно, чтобы таких карточек, вот, как цветы и, допустим, животным было больше четырех. Если их меньше, подборка, соответственно, не появляется. Должно быть хотя бы какое-то наполнение. Но ничего страшного в этом нет. Дальше я расскажу, что делать, если в вашем городе подборка не появилась. Допустим, небольшое количество у вас компаний в городе, 10, и подборки не появляются. Как решить этот вопрос? Потому что мы получили много обратной связи и сделали некий такой лайфхак, чтобы они у вас тоже появились. Еще хочу сказать по поводу вот этих подборок, то, что в некоторых городах есть типы бизнеса, которые не встречаются в других городах. Вот я на примере просто Улан-Удэ скажу. Когда мы начали делать подборки, выяснилось, что в Улан-Удэ около 40 компаний, которые занимаются производством и реализацией корейской косметики. То есть и для каждого города мы можем собрать свою уникальную уже подборку. То есть если они не попадают в какую-то тематическую, которая заведомо у нас установлена, мы можем для каждого города сделать отдельную подборку. Если мы возьмем другой город, какой-нибудь там Перемь или Тверь, я сейчас могу немножко напутать с самими городами, но там очень много автосалонов, которые предоставляют, причем фирменных автосалонов, там Kia, Hyundai. И для них мы прям тоже можем делать отдельные подборки, если в городе присутствует большое количество компаний с них связанными. То есть прямо написать сервисные центры, не просто авто, а еще сделать как авто, где будут шиномонтаж, салоны, которым автомобили продают, и, допустим, мойки какие-то. Но также сделать еще прям сервисные центры, если их много. Вот. Как это все сделать в вашем городе, если у вас, допустим, какие-то есть рекомендации по улучшению подборок, это тоже в дальнейшем. Я покажу почту, на которую нужно будет написать, и мы все это быстренько оформим. На все вопросы ваши ответим и запустим уже в вашем городе. Требования для компаний для попадания в подборки. Тоже очень много вопросов поступает. Почему наша компания в подборках не отображается? Почему вот вы ее не добавляете? Почему робот там, допустим, у нас все заполнено, а вот робот, допустим, ее не добавил? Требования для компаний следующие для попадания в автоматическую подборку – это активная подписка 3 месяца и больше. То есть почему это сделано, чтобы не было такого, что мы добавили в подборку компанию, все с ней хорошо, но на следующий день она выпадает, потому что не успела оплатить подписку. И как бы мы пользователям советуем эту компанию, он приходит, а там уже ее дает как бы не работать, потому что они просто забыли оплатить подписку. Поэтому смотрите внимательно, чтобы подписка была активной. Это не для того, что мы хотим как бы денег больше заработать, это просто лояльность к нашим клиентам, чтобы их точно обслужили, что точно компания хорошо работает, чтобы они пришли и никаких таких вот спорных моментов не было. Да, бывает такое, что он приходит, говорит, вот UDS не работает, сейчас мы позвоним там менеджеру нашему главному, все уточним. Решается этот вопрос за 3-4 часа, но все-таки вот негатив со стороны клиентов есть, и они как бы нам пишут об этом. Второе – это заполненность карточки компании. Должны быть картинки заведения обязательно и заполнены товары или услуги быть, то есть прайс-лист заполненный. Для чего это тоже нужно? Чтобы все-таки подборки у нас направлены для новых пользователей, которые ищут какие-то заведения, чтобы они могли посмотреть, чем компания занимается, какие услуги она предлагает. Потому что если они не заполнены, тяжело ориентироваться просто по картинке, по названию. Это придется открывать там дополнительно какие-то вкладки, искать эти компании там в Инстаграме, где-то еще, но тяжело. Вот, поэтому требование заполнения информации о ваших услугах и товарах обязательно. Второе – это проведение оплаты. Что это значит? Если вы оплату совершаете по UDS, то есть мы видим в системе, что оплата проходит, она автоматически тоже это учитывает, и компания появляется. Потому что очень часто такое бывает, многие пишут там, вот у нас новая компания, мы только зашли, у нас подборки нет. Да, такое бывает, потому что мы не знаем еще, как эта компания будет проводить оплату, потому что часто такое бывает. Ну, даже не часто, такие случаи были у нас уже, когда компания заводится, мы их ручками добавили в подборку. Приходит клиент, а ему говорят, ой, что-то нас не обучили, мы не знаем, мы затрудняемся ответить. И опять разбирательство начинается с клиентом, то есть мы как-то стараемся этот вопрос быстро тоже регулировать. Ну, что вот таких как бы не было, персонал должен быть обучен проведению оплаты. Ну, и, соответственно, рейтинг выше 4.0. Это с этим вообще все справляются у нас хорошо. У всех рейтинги отличные, потому что, когда начинают обучать персонал, всем это нравится, приложение адекватное, все хорошо заполнено. У 99% компании рейтинг выше даже, чем 4.5-4.3 бывает. Это очень хороший, такой сильный показатель. Следующее. Почему мы не пропали? Ой, извините, тут ошибка. Почему мы не попали? Вот. Такое тоже бывает, почему компания не попала, хотя у них все требования соблюдены. При попадании в автоподборку у нас система сразу ее ставит на модерацию. То, что эта компания в подборке находится, она находится там в рубрикаторе, она показывается. И тут неожиданно администратор берет и отключает просто заказы и товары. А так как одно из требований это актуально, чтобы был заполнен прайс лист и услуги, то компания сразу же оттуда выпадает и нам падает на модерацию. Обратите внимание, компания отключила заказы, ой, не заказы, товары. А если же она находится в подборке с доставкой еще, то туда попадают также отключения заказов. При включении заказов автоматически она тоже не появляется, а то все-таки модерацию нужно пройти, посмотреть, что они изменили в этих заказах. Потому что, ну, мало ли что там может быть, нам нужно это проверить. Вот. Поэтому она на какое-то время может выпасть. Второе, это, ну, вот по поводу подборки, когда нет компании, как написал Александр, я попозже скажу, что нужно сделать будет. Вот. Во время добавления компании, когда робот ее проходит, она могла находиться сама на модерации уже. И когда компания находится на модерации, когда ее модератор принимает, или, допустим, они какие-то изменения внесли, и в это время она попала на модерацию, и робот начинает входить, она тоже не попадает в эту подборку. Вот с этим как раз может быть связано то, что все данные были заполнены, но какую-то информацию вы поменяли, там, аннотацию, сделали повышенные баллы. Все компании попадают на постмодерацию после этого, чтобы их модератор проверил. Вот. В это время тоже бывают такие моменты, что компания может быть просто отклонена нашим роботом, и он говорит, я ее в систему поставлю дальше, но и, соответственно, пока все компании другие не пройдет, он к ней не вернется. Вот. Что с этим делать, с подборками, как раз вот я дальше сообщу, на какую почту писать, потому что мы сейчас сделали новую почту для как раз таких моментов, которые связаны с рекламой, с подборками, с продвижением, и вам будет легче с нами коммуницировать. Что можно еще? Это, как я уже говорил раньше, то есть это создание уникальных подборок под какой-то город отдельный. Я надеюсь, тут как бы есть и предприниматели, и партнеры, и вот, скорее всего, эта информация будет важна для партнеров, чтобы они помогли нам лучше настроить их город, потому что все-таки вы там живете, и вы знаете, какие типы бизнеса в вашем городе более приоритетные. Потому что вот мы пока не посмотрели город Улан-Удэй, нам не сообщили, мы даже не узнали, что столько там магазинов корейской косметики есть, потому что в других городах такого вот не бывает. Там может быть одна-две максимум такие компании, а там прям можно целую подборку соединить. Вот. Также, допустим, у нас есть типовые подборки, это салоны красоты, стоматологии, там. Если в каком-то городе эти подборки не появляются, потому что в компании мало, мы можем их объединить в одну подборку. То есть, если, допустим, в каком-то городе у нас одна стоматология и два салона красоты, и они физически не могут в каждой группе появиться, мы их объединяем в одну. Красота и здоровье, точнее, можем объединить, и уже там они будут располагаться. То есть, на это тоже нужно обратить внимание. Вы можете написать на почту и сказать, что вот в нашем городе не появляются такие категории. Может быть, стоит их объединить в одну. Тогда мы сразу же этот вариант рассмотрим и добавим их. То есть, ручками уже не робот будет добавлять, а ручками. И третье, что можно, это ваша собственная картинка. Очень часто бывает, когда мы заполняем подборку, у клиента нет фотографий. То есть, они бывают другого формата, они не подходят, нам приходится самим искать тематические фотографии, заполнять. И потом приходит сообщение, а почему вы нам не написали, а почему вы нам не сказали, вот мы хотели другую картинку. Вот чтобы таких вопросов не было, это можно сделать, заменить эту картинку. И в дальнейшем тоже я покажу адрес почты, на который вы можете писать по улучшению, если ваша компания уже добавлена в автоподборочку, либо там, допустим, какие-то рекламные по ней проходят акции. Вы можете написать, что давайте заменим картинку вот на такую, потому что она нам больше нравится, или она больше соответствует брендбук вашей компании. Следующий вопрос. Это предложение. Вот как раз здесь стоит остановиться внимательно, потому что у нас сейчас остался один блок для тестирования таких предложений. Мы туда размещаем как компания со сториз, так можно разместить, допустим, одну неделю компании, которые хотят дать новым пользователям повышенные баллы. То есть, вот как мы видим, на картинке написано «Пользуются спросом». Также мы можем заменить, допустим, название на еженедельные предложения, и там разместить компании, которые хотят дать приветственные баллы, либо же хотят раздать сертификаты. Это сейчас в рамках теста. Все будет сделано. Это для вас все бесплатно. В дальнейшем по каждому вот этому примеру я сейчас расскажу, что можно сделать, как протестировать, и как сюда попасть, самое главное. Еще стоит вот как раз в этом моменте упомянуть вопрос, когда компании в городе действительно мало, допустим, 10 и подборка никак не может быть реализована. Тогда вы можете записать запрос, тоже на почту, а нам отправить, и мы здесь разместим ваши компании. То есть 10 компаний, которые в городе, они будут прямо размещены вот в таких карточках. Посмотрите на наши, на компании в вашем городе. То есть это не стандартный автоматический рубрикатор будет, а уже более-таки объемные карточки, которые заменят верхний рубрикатор, если у вас в городе не набирается достаточного количества компаний, чтобы его запустить. Вот, и давайте вот здесь как раз всем. Еще раз запомню, это требование для компаний, которые хотят рекламу какую-то сделать. То есть реклама, это через сториз, может быть, как вот я показывал, также через приветственные баллы, через сертификаты. В отличие от автоматических подборок, которые у нас генерируются просто, чтобы показать пользователям бизнес типовой, который находится в этих подборках, мы еще можем сделать дополнительную рекламу. Но его требования для компаний, которые проходят по рекламе, следующее. Тоже активная подписка, как и уже я объяснял, для чего она нужна, чтобы пользователь пришел и его обслужили, чтобы не было таких моментов, когда компания выпадает, у него подписка неактивная, их не могут уже обслужить. Заполнен из карточки компании, то есть требования почти точно такие же. Проведение оплат, но рейтинг уже выше 4-5, с этим тоже все справится. 99% у нас компаний прям пушка-бомба, у всех рейтинг хороший, можете посмотреть в городах по подборкам, ну это классно вообще. И исключение, точнее правило, это B2C-сегмент, то есть B2B-сегмент мы пока в рекламе не рассматриваем. Это будет чуть попозже сделано, то есть заводы по продажу кирпича, там оптом или по ремонту тракторов больших, мы туда не включаем, это все-таки рекомендации как бы рекламные, бесплатно, они идут на конверсионный бизнес. И давайте пока вот, если у вас там бизнес связан с B2C-сегментом, его все-таки потом оставим. А если B2B-сегмент, то пожалуйста. Также исключаю вот финансовые услуги, алкогольную продукцию мы пока не рекламируем. Это немножечко такой уже юридический вопрос идет, мы сейчас его решаем и чуть попозже запустим для него какие-то свои виды рекламы. Ну что ж, давайте начнем. То, что можно сейчас сделать будет. То, что я хотел бы с вами как раз обсудить и присутствующие в чате получат такую возможность написать сегодня. Если в течение 2-2 дня они заявку отправляют, мы для них вот этот механизм соберем. Это механизм Stories. То есть, как видно на примере, как он будет работать. У нас есть вот этот блок, пользуются спросом. То есть, будет написано, мы расскажем о вас больше или узнаете больше. И при клике вот на такой баннер, как цветочный барлофт, у вас будет открываться Stories с компанией. Это очень, на самом деле, классный инструмент, который мы тестировали в Ешкарале, в Перми, в Твери. И он показывает хорошие, достаточные результаты. Почему он показывает хорошие результаты, даже без каких-то лишних баллов, без каких-то лишних сертификатов. Потому что вы можете прям локально рассказать о вашей компании и заинтересовать пользователя, к вам прийти, игнорируя систему какой-то лояльности и повышенные баллы. Этот инструмент нужен именно для привлечения новых пользователей. То есть, чтобы их замотивировать, чтобы было интересно узнать вашу компанию и прийти, почему вот стоит ему именно у вас это купить. Это классная вообще штука, потому что, как я всегда говорю, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И когда он открывает и видит, какое у вас красивое заведение, какие красивые там бизнес-ланчи вы подаете, какая у вас детская комната, это вообще прям круто-круто все для клиента. И заходят, и они к вам присоединяются и совершают оплату. По статистике у нас это сейчас самый-самый конверсионный инструмент. Потому что до этого, допустим, были медицинские центры, к нам заходили, все у них хорошо в медицинских центрах, у них есть клиентская база, повторные покупки. Они работают именно со своими клиентами. Но пользователи, которые только скачали приложение, как-то его изучают, заходят на карточку компании медицинского центра, они не так активно себя ведут. А когда мы показали, какое у них классное оборудование, что специалисты, что есть такой сертификатор, списали услуги, допустим, очень важный, это там анализ крови, сколько он стоит, этот анализ крови, то есть МРТ, как быстро оно сделается, кнопочку прямо записать поставили, то у них пришли новые клиенты прямо изнутри приложения, то есть это их заинтересовало, потому что мы рассказали о компании гораздо больше, показали их услуги через эти сторис, и его это мотивировало прийти. По какой кнопке открывается ситуация? Я же показывал, вот есть кнопка, то есть баннеры, которые расположены под моими сертификатами, и раньше, когда мы размещали эту рекламу, было только присоединение, то есть я нажал на эту компанию, у меня вылезает карточка присоединения, то теперь можно открыть сторис этой компании, который мы заполним. Дальше я расскажу, как все это сделать, это делается все легко, и как появиться в этой подборке, тоже легко, это все он бесплатно будет. Еще вот несколько примеров, допустим, магазин, который производством мебели занимается. Тоже вот мы красиво показали, как это выглядит в дизайне, то есть просто когда мы заходим в карточку компании, это невозможно было сделать, ну точнее можно через фотографии компании, но лучше все-таки сделать это прям сразу, чтобы открывалась информация о компании. Вот я сделал пример, как можно это сделать просто для ресторана, допустим, на какие акценты можно вставить. Это не суперидеальный пример, это просто я для теста показал, то есть показать, что у вас какой уютный зал с красивым дизайном. Бизнес-ланча, допустим, от 250 рублей, что вот они какие красивые, реальные прям фотографии этих бизнес-ланча лучше размещать, потому что все-таки клиент приходит, потом заказывает его этот бизнес-ланч, если ему принесут затем другое. Ну, такое часто бывает в службе доставки, когда мы что-то заказываем по картинкам, а нам приезжает совсем не то, что на картинках нарисовано. Вот, то есть здесь можно все сделать, вот сделать акцент, что десерт собственного производства, что есть караоке-кабинка, потому что это тоже многим компаниям, особенно девушкам, которые вечером собираются с подружками, интересно, они любят попить караоке. И также можно, допустим, сделать какой-то акцент, не писать, что это лучше том-ям в городе, потому что это все-таки политика рекламы, она не позволяет говорить, что вы в чем-то лучшее. А если мы добавим, пожалуй, лучше том-ям в городе, то это привлечет пользователи, которые именно хотят этот том-ям попробовать. Ну, здесь тоже он базовый пример. Можно добавить больше текста, об этом я тоже чуть-чуть дальше напишу. Вот, все говорят, я хочу, я сейчас напишу, как это все сделать. Сейчас по требованиям немножко пройдемся, покажу вам, как эти карточки заполнить, потому что есть своего рода гайдлайны, и скажу, куда написать, чтобы вы уже могли нам отправить запрос. Так, акценты. То, что для чего это нужно, ваши отличия, ваши отличия, компания от других компаний, то есть нужно расписать в этом сторисе. Как я обычно советую, я говорю, вот смотрите, ребят, я говорю, вам приходит ваш лучший друг, и вы рассказываете про своем бизнесе, о своем бизнесе ему. Вы же все время говорите ему, о, я такие классные там массажные кресла купил, а вот у меня пришел новый сотрудник, он такие там прически делает, а у нас вот этот специалист вообще так классно там, я не знаю, кузовной ремонт делает. И вот все, что вы хотели бы рассказать другу о ваших компаниях, в которых пьюсь, вот рассказывайте это всем через сторис. Вот я советую, чтобы вам легче было понять, что он говорит сторис, запишите туда вот прямо на листочек, чтобы вы сказали вашему лучшему другу, который не знает о вашем бизнесе, вот, либо же какому-нибудь школьному товарищу, который просит рассказать, а расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Вот вы прям эмоциональному эту информацию подойдете, говорите, как все у меня классно, вот такую же информацию можно как раз записать на бумажке и уже на основе ее составить, этот сторис, потому что тоже вот мы когда тестировали, был такой вопрос, что я некоторым партнерам пишу, говорю, нужно сделать, и говорит, ну, мы не знаем, что рассказать. Я говорю, ну вот расскажите то, что бы вы хотели своим друзьям сказать о вашем бизнесе. Вот это и нужно сделать. То есть расписать отличия, какие преимущества, можно выделить лучшие товары или услуги, как вот, например, с том явом, либо же это качество одежды, у вас какие-то там суперматериалы используются, либо же это индивидуальный пошив, которого в других, ну, второго такого пошива не будет, и он будет уникальным, как бы этот костюм. И почему нужно именно выбрать вас. Возможности. Возможности – это как раз по поводу размещения. Вот я вот здесь показывал на первом примере. Нет, все, подождите секундочку. Как мы видим, здесь есть кнопка «Присоединиться». Но на самом деле, на самом деле, этих возможностей гораздо больше, потому что может быть кнопка не только присоединения, может быть кнопка на внешние ссылки. Допустим, первый слайд мы делали для шоурума цветов, и мы разместили прям ссылку на его Instagram. Посмотрите наш Instagram, там указаны актуальные букеты, которые вы можете заказать через UDS. Вот, то есть можно разместить на какой-то слайд внешнюю ссылку. Ну, второй, допустим, слайд-источник Трайфика – это «Присоединяйтесь и получи какие-то баллы». Если вы хотите, допустим, раздавать сертификат, ой, так все, ушло уже. Если хотите раздать какой-то сертификат, мы можем прям отдельный слайд, последний, грубо говоря, как такую классную закрывашку сделать, написать, что «Получи прям сейчас сертификат, и можно ссылку на этот сертификат сделать». Если есть какая-то акция, грубо говоря, там «Три пиццы за 690 рублей», вы можете прям такой же слайд разместить, что у нас сейчас проходит акция «Три пиццы за 690 рублей», и ссылку поставить либо на новость, либо сразу же на товар. То есть вот это возможности для каждого слайда по генерации кнопки. То есть это не только кнопки на присоединение, а можно еще и другие типы кнопок поставить. Теперь, наверное, всем интересно, какие требования для картинок. И вот здесь я как раз их все описал, то есть фотографии. Первая картинка должна быть размером 375 на 812 пикселей. Вот в нее мы вставляем чистую вот эту большую картинку, на которой нет пока текста. Чтобы понимать, чтобы она у всех отображается, у всех экраны разные. И чтобы вот дальше текст красиво отображался и на всех устройствах, на старых, на новых, он максимально был читаемый на всех устройствах и не выходил, допустим, за рамки, потому что здесь такое понятие, как обскейл на некоторых устройствах. Вот. Зона текста, она должна иметь вот такие отступы. Я вот здесь пример просто разместил. Вот мы разместили картинку, зона текста, и здесь уже добавляем какой-то текст. Текст может быть вообще произвольный, как сверху, так и снизу. Главное, чтобы он не выходил за эти рамки. Вот. И в конечном итоге мы получаем вот такую картинку, соответственно, без этих красных бортиков. Вот. С кастомной уже кнопочкой. Все красиво выглядит на всех устройствах, текст отлично располагается, все идеально. Если, допустим, вам... Вот сейчас посмотрите еще на этот пример. Если вам немножко тяжеловато и нету там дизайнера, я могу потом добавить ссылку на фигму. Это графический редактор, который открывается прямо в веб-браузере, и заготовить вам вот такой вот шаблон, разрешение, куда вы просто будете перетаскивать картинку, вписывать текст, и там будет кнопка убрать вот эту рамку, и уже можно будет сохранить картинку готовую. То есть, если для кого-то в техническом плане не очень понимает, как работают графические редакторы, если вам нужно это, то поставьте плюсик. Если вопросов нет, потому что у многих там вопросов не возникнет, то тогда я не буду этим заморачиваться делать. Да, ну... Все, все, все. Недостаточно, тогда я шаблонизатор в фильме не сделаю, и немножко как бы гайдлайн напишу, как вам применить, чтобы вы могли его скопировать и уже редактировать быстро. Все-таки, наверное, не все с этим справятся, хотя это элементарная... Для нас, для программистов, это элементарная задача. Почему еще нужно готовить вот такие слайды? Для чего нужно готовить? Это помимо того, что это будут истории, мы в дальнейшем планируем, как кто-то уже, наверное, видел, допустить элементы кастомизации. То есть вот на примере того, как сейчас выглядит шапочка, эти же слайды будут использоваться в ваших страничках компании, если вы захотите сделать расширенный инструмент фотографий главных. То есть это не нужно думать, что вот правая фотография, это сейчас так изменится и у всех будет. Нет. То есть это кастомизация элементов в дальнейшем будет. Да, сами все делаете сами, то есть мы просто даем рекомендации, а вы же сами там настраиваете шерты, которые вам нравятся. То есть у вас вся воля рассказать о вашем бизнесе так, как вы хотите. То есть и в дальнейшем эти картинки можно уже будет применять для расширенных каких-то модулей. Как вот на примере, допустим, как сейчас есть карточка, у вас красивые картинки, вы хотите рассказать, вы в настройках просто ставите, что я хочу, чтобы она отображалась у меня побольше, и вот здесь их в дальнейшем уже можно будет использовать дополнительно. Поэтому лучше как бы подготовиться и начать уже сейчас делать такие большие картинки, как для сторисов, так и для дальнейшего использования в обновленном функционале. Так, какое количество картинок для сторисов-то рекомендуешь использовать? Это тоже очень важный момент. У нас сейчас допустимое значение – это от 4 до 8. То есть от 4 до 8 слайдов. 4 – это минимум, 8 – это максимум. Ну, советую использовать, как вам нужно. Я не знаю, 8 слайдов, мне кажется, достаточно, чтобы рассказать о бизнесе и какую-нибудь акцию еще туда засунуть классную. Ну, обычно где-то бывает 6 слайдов сейчас. Так, все со сторисами, все, всем, наверное, все понятно. Дальше я расскажу, куда заявку отправить, и тогда я сделаю шаблонизатор еще дополнительно. К записи этому видео на YouTube я прикреплю. Даже сегодня уже к вечеру шаблонизатор готов будет. Давайте еще вернемся к новому вопросу, точнее к старому вопросу, но который сейчас многих интересует, и многие после событий пишут. Это конкурсы, как в них попасть, куда писать, чтобы ответили на вопросы, или куда заявку написать. Сейчас я быстро по конкурсам пробегу, что это такое, и потом уже вам, скорее всего, я сообщу, да. Скорее сообщу, куда вам писать, и где на все вопросы ответить. То, что такое конкурсы, это когда вы собираете какие-то компании для участвовать и разыгрываете призы. Мы по ним готовим вот такую страничку. То есть вот этот текст, он уже заготовлен, мы вам его отправляем на редактирование, чтобы вы могли здесь вписать, какие призы разыгрывают, какой тип конкурса. Это либо сертификат, либо источник графика, либо покупки. Как это все в конкурсах выглядит, вот страничка розыгрыш призов. Но я не буду на этом останавливаться, потому что по запросу мы вам все вышли. Я скажу просто требования для конкурса, потому что очень много сейчас заявок приходит, и все говорят, а что нужно? Вот я требования составил. Чтобы начать конкурс, должно быть от пяти компаний. Должны быть сразу с вашей стороны утверждены призы, которые вы разыгрываете. Эти призы могут быть совершенно разные, там айфону 13-го до каких-нибудь наушников. Но мы еще советуем добавлять какие-то призы в виде сертификатов, чтобы их тоже раздавать в дополнительном слове. Выбор способа участия вы должны определить, и нам сразу же написать, как это будет, потому что мы должны для компаний подготовить дополнительные сертификаты, ячейки диссертификатов или источник трафика, если компания, допустим, находится на тарифе Лайд. Мы их добавляем, чтобы они могли уже участвовать в конкурсе. То есть что это такое выбор способа участия? Это когда вы определяетесь, через какую механику будете разыгрывать, что будет нарисовано вот на этих карточках. То есть вот тут можно получить сертификат, и условия конкурса – приди, потрать сертификат. То есть нужно просто его получить и потратить. Либо же, допустим, это для новых участников через источник трафика. Вступи в эту компанию, получи баллы, приходи после этого, оплачивай, и будешь участвовать в розыгрыше. Чем они отличаются? Сертификат может получить как и новый, так и старый пользователь. По источнику трафика только новые пользователи будут приходить, потому что это нужно как раз для организаторов конкурса, которые хотят, допустим, организовать конкурс только внутри новых клиентов, привлечь новых клиентов. А кто-то говорит, я хочу, чтобы у меня повторных покупок больше было, и чтобы старая моя база могла участвовать тоже. Дополнительные условия нужно прописать, если они у вас есть. Допустим, не просто приди, потратьте сертификат, а нужно для каждой компании какие-то свои условия. Допустим, в компании первый, там, пиромант, нужно потратить от 1000 рублей, чтобы получить билетик на розыгрыш. Для других компаний может быть это 500 рублей, и надо все эти условия, если они есть для компании, прописать. Они не обязательны, дополнительные условия. То есть, если вы решаете, что вы хотите как-то средний чек выше сделать, чем стандартного сейчас имеется, вы можете как раз эти условия прописать. Обязательно дата проведения конкурса. Нужно тоже указать, чтобы мы шаблонизатор строили и вам всю эту информацию выслали. И нужно закладываться еще в даты проведения конкурса. То, что вам после последнего дня, когда конкурс заканчивается, нужна какая-то буферная зона, чтобы этот конкурс все-таки провести. То есть, это, наверное, один заполнение таблички. Потому что такое, это, скорее всего, буферная зона, чтобы вы могли сами выгрузить базу, кто в этом конкурсе участвовал, распределить ее, выложить какие-то исходные таблички участников, ну, без личных и контактных данных, звездочками, сделан, чтобы они могли сверить свои данные. И никто не писал, что этот конкурс подстроен, да, они себя там, допустим, по имени нашли. Последние три цифры, номер своего телефона проверили, остальное все звездочками, чтобы не было уверен, что конкурс проходит чисто и без каких-то нибы там обман. Вот. Где будет проходить розыгрыш? Это обычно проходит, ссылку оставляют на Инстаграм, где в прямом эфире проходит конечный розыгрыш победителя. Вот обязательно тоже надо выслать. И заполненная табличка и утвержденные данные за четыре дня до начала. То есть, чтобы не было такого, чтобы табличку отправили нам. Что такое табличка? Это вот просто список компаний, сертификаты там, мы забиваем какие-то дополнительные условия, дата проведения, чтобы мы могли по этой табличке быстро сформировать уже все компании, записать и настроить рассылки по ним. Вот по автоматическому. Заполнен табличку и утвержденные данные за четыре дня до начала. Если вы помните, мы писали то, что конкурс запускается за два дня, но технически мы его за два дня запускаем, вам показываем, как это выглядит, еще два дня у нас все-таки на проверке остается. И поэтому мы все-таки рекомендуем за четыре дня до начала все эти данные нам отправлять. Они прямо в день, когда табличка писата говорит, нужно сегодня разместить. Потому что все-таки понимаете, что у нас на это уходит много времени и сил, чтобы картинки подобрать, чтобы все это настроить, чтобы все это проверить. И вот четыре дня – это прям идеальное условие для того, что если вы захотите запустить, вот за четыре дня мы запустим. Так, возможности. Какие возможности по конкурсу предоставляются? Это автоматическая ротация компаний каждую неделю. Допустим, вы представили список компаний, конкурс идет три недели, и мы каждую неделю делаем ротацию компаний. Это перемещение, допустим, компаний, которые находятся внизу списка, наверх, чтобы не было такого, что приоритет только у верхних компаний. Их как бы чаще видят, чаще вступают и чаще приходят. То есть мы их каждый раз мешаем, чтобы постоянно те, кто находятся внизу, оказались и наверху списка. Отправляем пуш о конкурсе по базе города. Это два раза. Теперь это два раза. Раньше отправляли каждую неделю, но клиенты очень часто начинают писать, хватит там спамить об этом конкурсе, мы знаем, что он проходит. Поэтому мы теперь отправляем пушки о конкурсе по базе города два раза. То есть это в день запуска, чтобы он про запустился, и вы выбираете промежуток, когда отправить вторую пушку. Это либо за семь дней, либо за пять, четыре, три дня до завершения, когда мы пиртышем уже последнюю пушку в городе. То, что конкурс подходит к концу, успей воспользоваться, потому что призы от тебя улетучиваются. Вот. Шаблоны постов для компаний и конкурсов. Мы их тоже высылаем, но вы можете внести какие-то правки. Поэтому вот нужно четыре дня, когда мы отправляем шаблоны текста, с ними все понятно, там элементарно все. Но мы отправляем еще и картинки к этому конкурсу, где написано, что это розыгрыш для того, чтобы компанию-участники могли у себя в соцсетях разместить. И бывают такие моменты, когда пришло, и нам вот дизайн не очень понравился, а можно как-то его исправить. Да, можно. Поэтому вот за четыре дня до конкурса мы отправляем, и вы можете какие-то правки внести. Ну и следующее, это подготовка картинок именно для конкурса и постов, как я уже выше сейчас сказал. То, что мы еще загружаем карточки, иллюстрации к вашему компании, там тоже можно увидеть какие-то правки, либо же вы можете сами на этапе подготовки конкурса эти все изображения для поста и для компании подготовить, нам отправить. Если, допустим, у вас есть классный дизайнер, и вы хотите прям супер, я не знаю, стиль их сделать, мы тоже это материал размещаем, то есть с нашей стороны тогда подготовка этих картинок уже не потребуется. И заранее нужно об этом предупредить, чтобы мы дизайнеров наших не тыркали там не трамоши. Теперь, наверное, вернемся, сейчас я настрою все вот к этому вопросу. То есть первое, это рубрикатор автоматический, если в вашем городе он не появился. Куда писать, сейчас я вот как раз расскажу. Вот, быстро пройдемся. Рубрикатор, потом сторисы, вот эти. Если вы хотите разместить сторис, либо захотите разместить приветственные баллы, либо захотите сертификат через баннер, сейчас бесплатный для своей компании разместить, либо же участвовать в конкурсе, вот в этом, то нужно писать вот на эту почту. Promo.sobachka.ids.app. Это новая почта. Ни маркетинг, ни саппорт. Если вы, конечно, саппорт отправите, нам его перешлют, но не всегда это проходит очень быстро, то есть пересылка сообщений, потому что приходят, начинают говорить, а это вам, а это не вам, пишите прямо на Promo.sobachka.ids.app по всем вопросам, связанным с конкурсами, с баннерами, с рекламой, с рубрикатором. То есть, если у вас есть какие-то пожелания по улучшению, вы хотите свою компанию разместить, пишите сюда заявки. Для тех, кто сейчас присутствует, хорошо, что у нас присутствует, не так много, потому что, думаю, заявок больше будет, всего 31 человек. Сегодня для вас как бы уникальная возможность – это priority размещение сторисов. Вы можете просто отправить заявку на Promo.ids.app. Мы с вами свяжемся, сегодня же свяжемся к вечеру, все более подробно расскажем, и, наверное, на следующей неделе уже сможем вашу компанию запустить. В течение не наверно, а точно запустим на следующей неделе, просто некоторые компании на понедельник, некоторые в окторных запустим. Теперь немножко, как обычно в моих всегда вебинарах, что будет дальше, немножко расскажем об этом, потому что, наверное, всем интересно, чего ждать в будущем. У нас есть такой сотрудник Дмитрий, и он очень классно производит статистику и анализ компании. И некоторые компании сейчас дали добро на исследование их баз клиентов, и мы на основе этих данных уже настраиваем RFM-анализ для компании. Что такое RFM-анализ? Это сегментация вашей полной базы. То есть такая сегментация скоро появится у сетков. Ну, не скоро, точнее, как ее допилить наши программисты, и как мы утвердим уже конечный стат, она может появиться в вашей админке. Это сегментация клиентов и как с ней работать. Когда я до этого рассказывал про сегментирование, это оказалось очень сложным, тяжело эту ручку не сделать, мы решили сделать это автоматически. То есть это полностью сегмент, анализ вашей клиентской базы и разделение на сегменты. Как видим, тут есть новички у вас будут, потенциально лояльные, те, кто начинают совершать много покупок, суперлояльные клиенты, это там чемпионы, это те клиенты, которые к вам очень много раз приходили, очень большие суммы оставляют, требуют внимания. Это те, кто, допустим, к вам хорошо ходил, но в последнее время что-то у них с покупками начинает все меньше и меньше, то есть не покупок совершать. Готовившись ко сну, это те, кто действительно уже месяц к вам не проходил и что-то с ними нужно делать. Такой RFM-анализ скоро появится по всей клиентской базе у всех в Минке. Можно будет с ним поработать. Интересный очень инструмент, который позволит вам выявить вообще анализ вашей компании, провести через табличку, где там у кого больше средний чек. Почему это нужно? Потому что в дальнейшем цифровой маркетолог либо ваши какие-то начисления работы с клиентской базой требуют особого внимания. Допустим, есть люди, которые к вам супер постоянно ходят, но они ходят не потому, что их привлекает, допустим, система лояльности, потому что они лояльны к вашему бизнесу. Вот как люди там айфоны покупают, им не важно ни цены уже, ни все, им нужен как бы именно айфон. С такой базой можно просто ее поздравить, сказать, какие вы у нас классные, приходите к нам снова. А вот есть база, допустим, которая готовится ко сну, значит, их что-то уже начало в вашем бизнесе не устраивать, возможно, там у них баллов не осталось. Вы можете с ними поработать и для каждого сегмента сделать какое-то уникальное в дальнейшем предложение. Допустим, спящих можно как-то постараться разбудить в дальнейшем, если они не ходили, или настроить, допустим, таргетинговую рекламу на отправку смс. Но это как бы уже моя техническая часть, это, наверное, более сложные уже такие вопросы. И следующее, давайте просто быстренько пройдемся, то, что было показано на итогах года, это то, что будет планировать, точнее, для разработки в этом году. Потому что почему я хочу на этот акцент сделать? У нас все-таки заявлено, этот год это работа с партнерами, и как показала практика, работа с партнерами тоже включает в себя и обновление клиентского приложения. Почему? Потому что клиентское приложение у нас идет на перераспределение трафика, то есть присоединяются новые пользователи, это приносит профит бизнесу, от этого бизнес лучше начинает подключаться к UDS, то есть легче работать уже с бизнесом, партнером становится. Также партнер в дальнейшем может предложить бизнесу, который, допустим, сомневается размещение каких-то рекламных инструментов, то есть это все направлено на то, чтобы партнеру было легче работать в бизнесу, а бизнес оставался максимально доволен использованием продукта. Вот поэтому все-таки наш отдел, отдел маркетинга занят еще и доработкой мобильного приложения, для того, чтобы все вот этот год партнера, он был максимально-максимально эффективный. То, что мы сейчас вот как раз тестируем, это новая компания. Дальше вот сертификаты. Как я уже показал, вот как видите, на рисунке красивой картинки сертификатов, как я уже показывал раньше, мы уже сейчас можем это потестировать. То есть мы можем потестировать через сертификаты раздачи, вот через такой блок. Допустим, две недели мы этот блок в каком-то городе отдали под сториз, и там размещаются сториз компании. Проходя две недели, мы можем его заменить и раздавать через него сертификаты, заменить вот эти картинки на красивые картинки сертификатами и написать, прямо отправить общую пушку, что, допустим, в городе Перми это неделя раздачи сертификатов, успей забрать свой сертификат с главного экрана и посмотреть, как и сториз в этих компаниях сработали до этого, так и раздача сертификатов. В дальнейшем эти блоки будут разделены, пока вот не разделили, мы один только используем модуль для тестирования всех этих гипотез и смотрим на результаты, которые нас очень-очень радуют эти результаты. Каждая компания может принять участие в данный момент, чтобы потестировать эти все возможности. Вот. Еще новый блок появится, это акция, потому что очень часто бывает, что компания такие классные новости размещает, допустим, с акциями какими-то, приезжают какие-то артисты, они там говорят, успей купить билет, вот приезжает хороший артист, руки вверх в наше заведение. Вот это акция, в дальнейшем планируется это сделать. Какого типа? Вы размещаете у себя обычно на страничках компании новости, всем отправляете своей клиентской базы. И вот часто новости бывают от акционного, типа вы будете ставить у себя галочку, отправить на размещение, она попадает к нам на модерацию, и мы смотрим, что да, эта новость подходит для размещения в виде акции, то есть это адекватная новость, не просто где-то с завышенной ценой, грубо говоря, вот как некоторые на Marketplace любят делать, там повышают цену на 20%, выставят потом скидку на 20%, ну то есть это не выгодно клиент. А именно интересные предложения, они отправляются на постмодерацию, и если она модерация проходит, они будут появляться на главном экране приложения. И вот этот элемент Stories. То есть мы его сделаем красиво, что людям было понятно, что вот этот элемент отвечает за Stories, и сейчас будут открыты какие-то слайды, где будут рассказаны больше о компании. То есть это пока не конечный вариант дизайна, это просто я хочу показать, какие будут модули, и как он будет выглядеть. Это для тех, кто не был на итогах кода. Вот как сейчас у нас слева, это в данный момент карточка компании выглядит так, с активными автоподборками, а все элементы новых компаний, заберите сертификат, там, акцию, знаете, больше они будут размещаться под ним, под этой зоной, которая является контентной, важной. Для чего это сделано? Чтобы как бы не превращалось в приложение, в какой-то супер такой баннер, где все типа пестрит, это будет разделено на две тематические зоны, когда клиент открывает приложение UDSAP, он видит всю свою информацию, вот там мои сертификаты, мои компании, а если же ему хочется узнать больше или какие-то там акции, посмотреть или забрать, он уже скроллит вниз и получает, и получает информацию по ним. В общем, идея, в чем заключается отдел маркетинга. Как мы все знаем, мы все-таки строим систему лояльности для бизнеса, но маркетинг всегда задавался таким вопросом, как сделать так, чтобы еще и была экосистема для пользователей, где, может быть, новый пользователь будет как раз искать ответы на свои вопросы, в какую компанию ему пойти, а почему вот эта компания лучше другой, а вот какая у вас там акция или куда мне сходить там с женой отпраздновать мероприятие какое-нибудь. Вот мы хотим такую экосистему сделать, и она на данном этапе тестирования показывает хорошие результаты. То есть есть группа пользователей, которые охотятся за скидками, есть группы пользователей, которые хотят куда-то пойти, но не получают где-то ответа. Если мы будем сравнивать, допустим, с маркетплейсами, почему у них активно сейчас это все развивается, потому что в маркетплейс заходят именно за товаром. Мы ищем конкретный товар, заходим в маркетплейс, я вайлбористозон, вбиваем это название товара, и ищем, соответственно, более выгодные предложения. Но наша система, она более такая обширная. Мы не предлагаем конкретный товар, мы предлагаем какие-то места, рассказываем о них. Не для того, чтобы он сэкономил, а для того, чтобы он сделал какой-то решающий выбор, куда пойти за того, что вы классные, у вас классное заведение, и допустим какую-то дополнительную скидку там можно еще получить. То есть таких в данный момент вообще экосистем очень мало, потому что если мы посмотрим на экосистемы, которые связаны с туроператорами, там травелата, слетать, вот там это классно сделано, где расписываются отели, и мы на основе визуализации выбираем отель, куда мы бы хотели полететь. Вот мы хотим такую же экосистему внутри UDS еще сделать. Она будет прямо на несколько тематических зонах. И для этого как раз вот сегодняшний бинар проходит. Вы можете отправить еще раз на промо UDS свои запросы, как вы хотите разместиться через сертификат, через сторис, мы все ответим и вам потестируем это все. И я надеюсь, у всех компаний будут очень хорошие результаты, потому что пока по тестам, которые мы проводили у всех компаний, прям, ну, результаты достаточно крутые. И когда вы понимаете эту философию, ну, то есть философию привлечения новых клиентов, у вас уже бизнес немножко строится по-другому, потому что, ну, интересные моменты такие происходят, когда ты не ожидаешь, а у тебя потока ты думаешь, о, классно, а я еще вот это хочу протестировать у себя в заведении, изменить какой-нибудь там формат рекламы внутренней. То есть вы начинаете более философски так мыслить. Вот. На этом у меня все. Вот. Пишите на промо UDS, мы все ответим. К записи вебинара я тогда приложу шаблонизатор. Еще раз там продублируем вот эту ссылку на промо UDS, куда вы можете писать. Всего хорошего всем дня, хороших результатов. И пишите, обязательно напишите сегодня в течение дня, что вы хотите потестировать, чтобы мы вам ответили, и вас в Priority список разместили. Спасибо большое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok